Если человек очень интенсивно молится Богу, то постепенно склонность к грехам человеческим, его сердце тает. И потом она вообще уходит, у него пропадает к этому интерес. Но даже если человек очень интенсивно молится, и он ест мясо по каким-то причинам, но что касается занятия сексом, понимаете, как бы здесь разные градации есть. Если ты развратом занимаешься, просто гуляешь от своей жены, это одно. Если с женой, то это другое. Следующий уровень, более высокие стандарты, когда человек занимается сексом только для зачатия детей. И так далее. Есть вообще люди, которые целебат соблюдают. Это разные степени, но они как бы не означают, что секс приведет в ад. Все зависит от этого, это называется регулируемая жизнь. Если человек живет в семье, он никому не изменяет, он может попасть на высшие планеты. Если человек ест мясо, но ему по законам его религии разрешается. И он при этом постоянно живет в молитве, он тоже попадает на высшие планеты. Понимаете? Но это затрудняет попадание на высшие планеты. Мясная пища разрушает благочестие человека. Эта пища не способствует духовному развитию. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что есть пять, как называется, степеней развития жизни на земле. Первая степень — это жизнь во сне, сон без сновидений. Вот такое отупелое состояние, в котором душа себя не помнит вообще. Она все равно живет, то есть она хочет света. Это жизнь в дереве или в растении. Душа в этой жизни отдыхает. Это, знаете, она живет, ничего не помню, просто отдыхает от жизни, попадая в жизнь, в тело дерева. Причем интересно, смотрите, как у дерева веточки обрезаешь, оно встрепенулось и начало расти лучше. То есть чуть-чуть боль, она приносит счастье в конечном счете дереву. Потому что ты причиняешь ему боль, обрезаешь ветки, оно растет лучше. Все садовники знают, ветки не обрезать, дерево загнется просто и все. Нужно обязательно обрезать ветки, даже крупные, чтобы дерево росло дальше, дальше, чтобы оно развивалось. Вот. Дерево дает плоды. Ты срываешь этот плод, ешь, дерево от этого страдает? Нет. Нет. Оно, наоборот, отдает плоды, чтобы их ели. Это его природа отдавать то, что нужно есть. То же самое злаки. Растения вырастают, в злаке есть жизнь, вот зернышки, в них жизнь есть? Нету в них жизни. Зернышки жизни нет. Но вот когда ты зернышко соединяешь с водой, туда попадает душа и прорастает. А просто одно зерно или яблочко в нем жизни нет. Понимаете, поэтому святые люди питаются зернами непророщенными, и яблочками, фруктами, и зернами, и орехами они питаются. Эта пища вообще чистая от греха. И молоко. Вот эти виды пищи, вообще в них нет греха вообще никакого. Но проросшие зерна, также овощи, корнеплоды, уже там есть жизнь. Но она во сне. Поэтому это уже меньше грех, понимаете? То есть мы его можем переварить. Веды объясняют, что человек не может жить без жизни. Мы все равно должны живое есть, понимаете? По-любому, иначе мы не сможем жить. Мы не можем питаться каменными породами. Нам нужно живое есть. Просто живое имеет разную степень жизни. И эта степень жизни, она зависит от развитости живого существа. Чем более развито, тем больше боли оно испытывает в момент смерти. Раз оно испытало эту боль, значит, тебе тоже придется испытать, потому что ты причинил ее. Когда вот эти вот мои веселые медузы, мы похожи на арбузы, они почти как растения. Посмотрите, им в глаза ничего не соображают. У них никаких эмоций вообще нет. Тупость. Вот. Это почти что растения. Кто-то питается вот этими креветками, всякими медузами. Это самый низкосортный вид мяса. Ну и, соответственно, и кайфа от них тоже не так много. С точки зрения питания плотью. Почти что растительная пища. Есть еще более растительная пища, но тоже полуживотная. Это грибы. Это между животной и растительной жизнью находятся грибы. Вот. Они более активные тоже, чем растения. Они паразитируют. То есть у них такое уже сознание урвать что-то чужое есть. Ну это животное сознание уже. У растений нет такого сознания. Они питаются солнцем просто там. Чуть-чуть поживее стал, сразу надо кого-то замучить. Понимаете? Поэтому грибы, они сосут чужую кровь. Вот. А дальше следующие креветки. Потом рыбы идут. У рыбы появляется чувство страха. Она уже боится. И у ней есть половое чувство. Ну чувство страха, половое чувство. И все. Вот если взять рыбку в аквариуме, посмотреть ей в глаза. Она так всякая красивая, да? Они привлекают друг друга. Это факт. Они красивые такие все. Все из себя. Вот. Но если в глаза посмотреть, глаза это зеркало ума. У рыбы в глазах что? Она такая. Страх только и все. Она такая. Страх и лень. Вот так она живет. Вот. Если взять более развитое существо, это земноводное. Это ящерицы. У них уже есть любопытство. У них есть страх и желание жить. Активность. Они такие. Страх. Ну и такая как бы. Ну агрессия такая. Ну то есть они уже такие. Более развитые. То есть у них есть страх, а где есть агрессия, активность. Более развитые живые существа. Дальше следующий уровень. Это птицы. У птиц уже появляются эмоции радости. Они уже там радуются, поют. Соловьи поют, заливаются. Но они все приветы сбываются. А твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. То есть мы сравниваем с пением птиц уже любовь. То есть птицы поют, это энергия любви идет. Но птицы тоже они боятся. У них в глазах тоже страх. Вот. Немножко наглость. Они любят подворовывать что-нибудь, прилетать. Вот. И у них есть любовь. Но она не проявляется в виде взгляда. Они вот любовь изнутри, вот так, в виде звука. Вот. Ну то есть как-то уже любить могут, понимаете. Дальше идут дикие животные уже. У них больше эмоций. Взять, допустим, кошку и зайца. Зайца сидит такой. Жык-жык-жык. А кошка ходит, она такая уже, знаете, деловая. У нее есть уже улыбочка своя кошачья. Она такая уже общительная. Там трется там. Что-то из себя выделывает. А заяц сидит, просто смотрит. Он никого не трется. Понимаете, менее развитая форма жизни. Заяц. Кошка более развитая. Выше зайца стоят хищники. А у них уже есть стайный эффект. Они стаи, они так уже вожаки есть. Они там понты кидают друг друга уже там. На друг друга уже там это. Вот. Следующий уровень это домашние животные уже. Самые развитые это домашние животные. Кошки, собаки, свиньи, коровы. Там и так далее. Чем более развитых животных мы едим, тем больше грех. Тем больше страдания они испытывают. И тем больше мы за это будем отвечать. Это называется... Жизнь в животном теле называется сон со сновидениями. Животные как во сне, в таком красивом сне живут. Они про себя ничего не знают. Собака иногда пугается себя в зеркале. Иногда гавкает на себя в зеркале. Иногда гавкает на свое отражение в воде. Она не понимает себя до конца. Понимаете? Она сон со сновидениями. Животные как маленькие дети, веды говорят. Они похожи по сознанию на детей животных. Вот. И человек это уже пробуждающее сознание. Человек уже себя понимает. Он понимает ценность человеческой жизни. Он понимает, что такое речь. Он способен изучать, развиваться. Способен отказываться, жертвовать собой. То есть у него все это есть. Но пока человек не начинает заниматься духовной практикой, не осознает, что есть Бог, то у него пробуждающееся сознание. Он толком не понимает, зачем он живет. Человеку можно тысячу раз сказать, что ты скоро оставишь тело. И эта жизнь закончится. Но он этого не поймет. Он уйдет потом с лекции и пойдет. Дальше опять работа, дом, семья, телевизор. Все. Он как бы живет в этой скорлупе и думает, что так и надо, все так живут. Это называется пробуждающее сознание. Человек немножко, он такой шоры как бы на глазах. Он до конца не понимает, как устроен этот мир, что есть совесть, есть Бог, есть чистота, есть бескорыстие, есть любовь, есть самопожертвование и все прочее. У него нет понимания этих вещей. Но он знает, что надо правильно жить как-то хорошо. А как правильно, толком не поймет. Дальше есть пробудившееся сознание. Пробуждается человек, открываются глаза. Как люди говорят, Олег Геннадьевич, после ваших лекций у меня глаза на мир открылись. Я поняла, как надо жить. Называется пробудившееся сознание. Человек понимает, что есть смысл жизни, есть высшая цель, что надо заниматься духовной практикой, есть святость, есть вера, есть священные писания, которые надо изучать, следовать. Есть возвышенные люди, что любовь — это бескорыстие, а не просто балдёж друг от друга и так далее. Многие вещи открываются у человека, когда сознание пробудилось. А есть ещё бодрое сознание. Бодрое сознание означает безгрешие, абсолютная чистота. Одна секунда общения с таким человеком, у которого бодрое сознание, меняет представление жизни полностью. Одна секунда общения с таким человеком окрыляет и сердце делает бесконечно сильным. Человек становится победителем своей судьбы. Когда Серафиму Саровскому смотрели просто в глаза, он на камешке стоял, не разговаривал, люди приходили просто в глаза посмотреть. Этого было достаточно, чтобы вся жизнь поменялась. Больше не нужно было ничего. Продолжение следует...